Вот еще один хмельной скандал разгорается в Суздале. Сотрудники прокуратуры и полиции объявили войну продавцам нелегальной медовухи. Напиток реализуют без лицензии и непонятно, в каких условиях изготавливают. Чем опасна некачественная медовуха? Правда ли, что отравление может привести к слепоте и даже смерти? И как вообще регулируется торговля хмельным напитком? Из Суздаля расследование Андрея Романова. Эта улица – место притяжения для всех, кто приезжает в Суздаль. Торговые ряды сейчас на реконструкции. Город готовится отметить тысячелетний юбилей. В то же время здесь продолжается нелегальная торговля. Продают ягоды, варенье, соленья всевозможные, грибы соленые. А вот эти бутылки очень похожи на алкогольные напитки. Продавец со следами многодневной алкогольной усталости на лице заботливо подсказывает в мятых пыльных баклажках жидкий сувенир, который туристы привозят из Суздаля. Медорупа из Голубики. Дама разрешает называть ее тетей Галей и дает мощные гарантии безопасности хмельного напитка. А какая гарантия, что никто не отравится? Я за свой товар отвечаю головой. Тетя Галя предлагает довериться ее вкусу, но и своему собственному. При необходимости торговая точка легко превращается в наливайку. В этот раз в продаже у Галины больше десятка литров медовухи. Продукция домашняя изготовлена по собственным рецептам. Как и вообще все, чем торгуют на этом небольшом рынке. Десятки жителей Суздаля каждый день приходят сюда, чтобы продать самопальное, спиртное, соленые грибы, огурцы и варенье. Из документов у торговцев только пенсионные удостоверения. Здесь торговать нельзя. Нам можно, нам разрешают. Кто вам разрешил? На власти наши. Самозанятость у вас оформлена. Какая занятость? Что вы смеете, что ли? Вот я сходила в болото, взяли, слава тебе, господи, меня в болото, захлюпали. Так выглядит торговля в жемчужине Золотого кольца России. Суздаль в следующем году отпразднует тысячелетний юбилей. К важной дате древний город приводят в порядок. Повсюду ремонт. Тем временем туристы из Китая прохаживаются по нелегальному рынку в поисках напитка со сложным для них названием. Кольца, водка, но у нас в Китае тоже есть, но сильнее, чем водка. Мы больше, например, я не знаю кваса, а это кольца. Медовуха может быть? Да, да. Будете пробовать? Да, конечно. Если гости из Поднебесной встретят на рынке тетю Галю с ее медовухой, то неизвестно, чем закончится для них знакомство с культурой и историей России. А вот еще одно опасное для туристов место. В глубине платной стоянки на окраине города прячется киоск. На витрине батарея бутылок, медовуха и на стойке крепостью от 5 до 50 градусов. Все домашнего приготовления. Состав неизвестен. Мы предупредили продавца о том, что собираемся вызвать полицию. Да, мы и правда закрыла киоск, для верности вылила на стойке на асфальт и скрылась. Но это лишь капля в море суррогатной медовухи, которой поют гостей Суздаля. Любая экскурсия по городу предусматривает дегустацию старинного напитка. А туристы то и дело отделяются от групп, чтобы забежать в магазинчик за медовухой. Естественно, красота древнего города меркнет и даже мутнеет в глазах тех, кто вместо посещения музеев и монастырей выбирает такие развлечения. Вместе с активистами федерального проекта «Трезвая Россия» мы провели так называемую контрольную закупку. Вот или 165 рублей. Нормально, свежая. На бутылке ноль информации о товаре. Из емкости подтекает темная жидкость с резким запахом. В магазине из документов нам смогли предоставить лишь накладные, в которых указано, что предприниматели купили эту медовуху в Московской области. Это документ о том, что торговая точка купила медовухи на 10 тысяч рублей. Оплатила переводом с одной карточки, видимо, на другую. Большинство туристов приезжают в Суздаль из столицы. Получается, что они покупают здесь московскую медовуху и везут ее обратно. Купленный напиток общественники передали полицейским. Те обещали провести проверку. Возможно, общими усилиями наконец-то удастся убрать с Суздальских прилавков откровенный суррогат. Большую партию пойла на этой неделе обнаружили и сотрудники местной прокуратуры. Производилась реализация медовухи с содержанием этилового спирта более 5%. Всего по результатам проверки изъято 150 бутылок алкогольной продукции. Представители Народного фронта во Владимирской области тоже обеспокоены ситуацией. По их словам, в последнее время участились жалобы на отравление Суздальской медовухой. В Суздале есть и качественные производители, которые контролируют свой производственный процесс. Но есть и те, кто из спирта, газировки и консервантов делает непроверенный продукт, непонятного качества. Народный фронт берет под контроль данную ситуацию. Суздаль неразрывно связан с исконно русским напитком. Первый медоваренный завод для привлечения туристов здесь открыли в 60-х годах прошлого века. Тогда напиток варили по всем канонам, но потом предприятие закрылось и в город хлынул контрафакт. Несколько лет назад местные власти придумали фестиваль с модным названием «Медовуха-фест». Торговцы уверяли неискушенную публику в том, что их пойло в разлитое в полторашки пришлось бы по вкусу даже историческим личностям. Древние передания гласят, что это была любимая медовуха Степана Тимофеевича Разина. Правда, фестиваль канул в лету после задержания нескольких его организаторов. Они, как выяснилось, получали откаты от воротил туристической индустрии, которые с сомнительной медовухой заманивали путешественников в Суздаль. Сейчас некоторую продукцию поставляют из частных медоварен, где еще соблюдают традиции. Такую медовуху можно найти в фирменных магазинах и ресторанах, но стоит она недешево. Это наша суздальская медовуха варится в Суздале, а в состав идет трава. А вот хмельные напитки, которые продаются на суздальских улицах, часто изготовлены в неизвестных условиях, а значит опасны для здоровья. По мнению депутатов Госдома, рынок слабоалкогольных напитков давно пора брать под государственный контроль. Важно, чтобы весь слабоалкогольный сегмент рынка был лицензирован наравне со всеми другими алкогольными напитками. Вся алкогольная продукция опасна и смертельна для здоровья наших граждан. А еще важно установить минимальную стоимость литра напитка, по примеру, с крепким алкоголем. Минимальная цена способствовала тому, чтобы там неинтересно было появляться бутлегерам, которые будут бодяжить эту самую продукцию. Туда и попадает метиловый спирт. Недавний пример массового отравления сидром по всей стране. В суррогатный напиток из Ульяновской области попал метанол. И мистер Сидор убил больше 30 человек. Судя по тому, что у торговцев медовухой в Суздале обычно нет вообще никаких документов на продукцию, а происхождение напитка покрыто тайной, история запросто может повториться. Классика жанра – это смерть, потом инвалидность, парализация, потеря зрения. Это тяжелейшее отравление, зачастую требующее искусственной почки и токсикологии, длительного лечения. Этот пациент токсикологического отделения просит не показывать его лица. Мужчина едва не ослеп после очередной гулянки. Купила полторашечку медовухи взяли. Но вечером, как уже не работало, ничего нам просто продали, какую-то медовуху без всего, без этикетки. И зрение я начал уже мутнеть, я уже не видел, не мог прочитать даже в телефоне текст. Скорее всего, в медовухе, которой угощался этот гражданин, тоже оказался метанол. Вообще в этом не должно быть посторонних примесей. И тем более спирта, рассказывает Андрей Штефан. Он наладил производство медовухи в Курской области. Мы добавляем только мед. Мы берем мед у фермеров нашей области Курской. Вот у нас порядка 400 пасек, которые нам его привозят. И работаем только с медом. Мы не добавляем сахар, мы не добавляем никакие консерванты ГМО. Мы не покупаем мед, который бодяженный. Медовуха на этом заводе готовится по несколько месяцев. А вот у тети Гали с Суздельского рынка напиток получается быстро. Мастерица владеет особым секретом и хранит его в пятилитровой канистре. Здесь добавлен спирт. Немножко, да. А какой? Здесь да. Но я даю пробовать. Перед чем что-то мне покупать, я всегда даю пробовать. Спирт-то какой здесь? Я уже не помню. Так что для покупателей двойное развлечение. Возможность познакомиться с древним русским напитком, а заодно испытать себя в русской рулетке. Правда, для одного из участников такая игра, как известно, может закончиться смертью. Андрей Романов, Мария Буката, Сергей Солдатов, Артем Рыжиков. Вести. Дежурная часть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова